Привет, привет, Новосибирск, Новосибирскс, привет, 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 все присоединяйтесь, всех жду, Уралу привет, 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 Тольятти тоже. Так, вчера говорили на тему, привет, Красноярск, привет, привет, Ростов, привет, Балашиха, привет, Нью-Йорк, всем привет, привет, спасибо, спасибо. Петерозаводский Екатеринбург, которым я скоро буду. Вот, вчера кто пропустил трансляцию, плюс ко всему я же ее удалила, вот, поэтому сегодня мы опять поговорим на эту тему, спасибо, спасибо. Сегодня мы говорим на тему тренировок и питания во время женских дней, эту не буду удалять, не переживать, я поняла, что тема очень востребована, мне потом огромное количество девочек написали письма, что, мол, пожалуйста, снимите, не удаляйте, вот, поэтому я решила еще раз провести эту трансляцию. Да, наглядно причем, наглядно в том плане, не в котором вы подумали, а я даже нарисовала вам график. Так, сейчас я покажу, расскажу, что к чему. Кто-то, да, не успел просто посмотреть, кто-то, может, не понял, вот, по поводу тренировок в женские дни. Вот, вообще, есть определенное количество, спасибо огромное, есть определенное количество женщин, которые уделяют этому внимание, есть, которые не уделяют, есть, в которые фанатично уделяют, есть, которые в меру. То есть, я думаю, что надо какую-то золотую середину найти, не слишком много об этом думать, что, типа, можно, нельзя тренироваться, что вот у меня этот день, первый, второй. Надо, во-первых, по собственному самочувствию ориентироваться. То есть, если у вас позволяет собственное самочувствие тренироваться даже там в первый день месячных, то вы можете спокойно это делать. То есть, если у вас отсутствует головокружение, головные боли, боли внизу живота, то вполне, ну, возможно, и врачи, как бы, не против и позволяют тренироваться в этот период. Если же у вас есть какие-то недомогания, то лучше тренировки отложить. То есть, по крайней мере, первый день не тренироваться, второй день можно делать кардио и низкоинтенсивный тренинг, что-нибудь такое, без упражнений на пресс. Вот, упражнения на пресс лучше избегать. Также нельзя делать упражнения вакуум. Планку тоже лучше убрать. То есть, вот такие упражнения, которые вызывают давление внутрибрюшное, в том числе, становая тяга, жим платформы лежа, присед и так далее. То есть, лучше в эти дни качать верх тела. Вот, ну, это если у вас там, скажем так, кроссфит. Кроссфит, в принципе, можно, но явно не в первый-второй день. Вот, еще смотрите, уделяйте внимание обилию кровотечения, то есть, ну, насколько месячно обильнее, скажем так. Значит, вообще, женский организм – это такое интересное… Вакуум нельзя делать, быстрая ходьба можно. Значит, женский организм – это очень интересная штука такая. У нас получается ежемесячно смена гормонального фона у женщин. И получается, что вообще гормоны очень сильно влияют, как я уже говорила, и на характер человека, скажем так, на его нервную систему, на настроение. Поэтому и существует ПМС – предминструальный синдром. Это как бы все не придумано, это действительно есть, действительно меняется настроение из-за работы гормонов. Вот сейчас я вам покажу и объясню, что же это такое. Значит, вот, наверное, так лучше. Так, как бы ровнее. Вот, я тут нарисовала. Лучше я сейчас переверну камеру. Нарисовала, в общем, менструальный цикл. Менструальный цикл у нормальной женщины, здоровой, состоит из, ну, где-то может длиться от 24 дней до 35. Мы считаем от первого дня менструации. У нас есть три стадии. Три стадии – это фолликулярная, овуляция и лютеиновая стадия цикла. Получается, что от фолликулярной до овуляции у нас примерно 14 дней. Овуляция у нас занимает где-то от 1 до 4 дней. И от овуляции до лютеиновой фазы у нас тоже где-то 14 дней. Примерно. Смотрите, что я нарисовала тут. Вот эти вот линии, вот это синяя, это коричневая. Это эстроген, а это прогестерон, гормоны. То есть смотрите, что получается. К овуляции у нас вырастают показатели, вырастает содержание этих гормонов, да. А тут происходит резкий спад. После овуляции где-то на 14-й день, то есть цикла, у нас происходит резкий спад эстрогена и прогестерона. Вот видите, да, к этой фазе лютеиновой. Резкий спад у нас происходит в тот период, когда у нас как раз-таки ПМС, скажем так, да, и первые дни месячных. Именно в этот период мы больше всего ослаблены. Именно вот спад этих гормонов и дает нам вот это вот головные боли, плохое самочувствие, упадок сил. То есть в этот период можно свой тренинг как раз-таки рассматривать таким образом, что делать либо кардио, либо низкоинтенсивно, не брать больших весов там. То есть делать что-то, многоповторку какую-то, вот такие вещи. То есть не ставить рекордов. Но зато потом, зато потом вот по графику видно, как у нас в фолликулярной фазе происходит резкий рост к овуляции. Происходит резкий рост этих гормонов, и у нас уже и выносливость лучше, и то есть весовые показатели будут лучше, если мы попытаемся там, допустим, повысить свои веса. Вот, то есть это может быть и кроссфит, и там всякие такие высокоинтенсивные тренинг. И вот как раз-таки благоприятное время для таких рекордов, именно вот это. То есть таким образом вы можете подстроить тренинг под свой менструальный цикл. Именно таким образом это и делается. То есть хотите нарастить мышечную массу, берите большие веса именно в этой фазе. Вот, далее, что я хотела еще добавить. Да, жор, как говорят, жор сильный в ПМС, и тоже это все обуславливается работой гормонов. У нас не зря, как бы, приходит месячный и так далее. Это у нас организм готовится к тому, чтобы зачать плод. Ну, то есть вот так он настроен. Природа нас такими создала, женщин. Что как раз-таки все это происходит ради продолжения рода. Вот, поэтому организм запасает впрок. И продукты, то есть он как бы просит побольше питательных веществ, побольше углеводов. И, кроме того, еще и задерживает воду организм в этот период ПМС. И вот как раз месячный, почему мы отекаем, почему мы пухнем, да, и становимся такими водяными, да, в этот период. Именно потому, что организм запасается водой. Чтобы этого избежать, рекомендуется больше пить воды, больше, чем обычно. То есть наоборот, казалось бы, да, вы думаете, что вы пьете и отекаете, но нет. Наоборот, обмен веществ, у вас получается, вы регулируете свой обмен веществ вот этим потреблением воды. И ограничить потребление соли. Таким образом у нас не будет такая отечность. Вот. Далее. Можно добавить, вот еще вопрос такой распространенный, как избавиться от желания съесть сладкое. Вот желание закинуться простыми углеводами. Это магний, он помогает действительно, вообще витамины, поливитамины пейте. Тогда будет гораздо меньше желания закинуться быстрыми углеводами, вообще что-то подъесть. Когда мы пьем витамины, то есть у нас это желание пропадает, потому что нам всего хватает. Ну, кроме того, во время месячных, как уже доказали, что нам хочется сладкого, потому что там содержится серотонин, а он является природным обезболивающим. То есть организм не зря все это просит. Но это не значит, что надо ему давать сладкое. Надо просто чем заменить вот это сладкое. Можно фруктами заменить, можно сухофруктами, а можно, очень тоже круто будет, если вы этим воспользуетесь. А при приступе жора, скажем так, съесть сложных углеводов. Например, гречки, овсянки, риса, макароны твердых сортов. Вот, так что заменяйте вот такими вот вещами. Так, еще пару вопросов по... Гормональные таблетки влияют на фигуру? Конечно же, влияют. Конечно же, гормональные препараты обязательно влияют не только на тело, но и на сознание. Много фруктов... Можно ли есть много фруктов? Такой вопрос поступил. Много есть, ничего нельзя. Надо все сбалансировано и полноценно. Много не надо. Много не значит хорошо. Должен быть баланс. Пресс, значит, в эти дни лучше исключить. То есть, тренировки на пресс. Пресс от вас никуда не убежит. Прокачав пресс в эти дни, вы можете просто себе навредить. Ну, особенно, если у вас болевые какие-то ощущения там и так далее. То есть, лучше избегать давления. Зачем оно в эти дни? Разница витаминов аптечных и спортивного питания. Ну, аптечные витамины, как правило, ну, по крайней мере, я, да, не уверена насчет их производителей. У меня в основном очень много знакомых занимаются именно спортивными витаминами. Поэтому я у них более уверена, что там все доброкачественное. Вот. И, конечно, концентрация самих витаминов, спортивных витаминов, и она выше. Да, да, концентрация разная определенно. Оптивумен, в принципе, подойдет. Ну, многие принимают оптивумен, женщины и мои подопечные в том числе, и нравятся. Ну, это, конечно, не единственные витамины, которые имеют место быть. Так, ребят. Ну, в общем, надеюсь, эта трансляция кому-то поможет. Так что спасибо, что смотрели. Вот, я сейчас еще вернусь, возможно, просто хотела эту трансляцию оставить вот такой, какая она есть. Именно про женские дни, чтобы народ не копался долго в вопросах. Всем пока.